В эфире новости на 9 канале в студии Анна Семенова. Здравствуйте! В регионе скончались еще 7 разораженных COVID-19. Это двое староскольцев, житель Губкинского городского округа и уроженец Волоконовского района. Все четверо проходили лечение в Староскольской окружной больнице Луки Крымского. В горбольнице номер 2 Белгорода умер белгородица, жительница Ивнянского и Карачанского районов. Возраст погибших от коронавируса от 45 до 77 лет. За сутки выявлено 349 новых случаев заболевания, 76 из них в Старомосколе. На сегодня в ковид-госпиталях области 3442 инфицированных пациента, 120 в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Еще 7187 лечатся амбулаторно. 22 тысячи человек изолированы по контакту с заболевшими. Белгородским медикам, которые согласятся выйти из декрета раньше срока, добавят 35 тысяч рублей к зарплате. На эти меры власти пошли из-за острой нехватки врачей. Пособия распространяются только на специалистов первичного звена здравоохранения и амбулаторной помощи. Это участковые терапевты, врачи общей практики, педиатры и узкие специалисты в поликлиниках. Приглашать мам выйти на работу стали месяц назад. На сегодняшний день на стимулирующие выплаты согласились 48 специалистов. Большинство из них работают докторами в селах. Одной из улиц Старого Оскола хотят присвоить имя Николая Шевченко. Почетный гражданин Старого Оскола и Белгородской области внес большой, особый вклад в социально-экономическое развитие региона. Время, когда Николай Петрович трудился в Старом Осколе, точно и верно называют эпохой, говорится в ходатайстве, поступившем на имя главы администрации округа. С инициативой переименовать магистрали 88 и 99 имени Раевского обратились члены общественной палаты. Это участок дороги от 1-го Рождественского переулка до улицы Столиваров. Улица имени Шевченко будет проходить между микрорайонами Северным и Уютным, Юбилейным и Центральным, Зеленый Лог и Рождественским, Солнечным и Надежда, Королево и Восточным. И далее между микрорайонами Дубрава-квартал-1 и Дубрава-квартал-3. Областной координационный совет по вековечиванию памяти выдающихся людей согласовал такое предложение. Администрация округа внесла проект в местный совет депутатов. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 26 ноября. Напомним, Николай Петрович Шевченко прошел путь от рабочего до мэра города. На этот пост он избирался трижды подавляющим большинством голосов старооскольцев. В 96, 99 и 2003 годах. Шевченко называли народным мэром, человеком-легендой. Именно при нем Старооскол занимал лидирующие позиции в стране по социально-экономическому и культурному развитию. Город неоднократно становился призером всероссийского конкурса на звание «Лучший благоустроенный город России». Импульс к развитию тогда получила вся Белгородская область. Николай Шевченко ушел из жизни в 2020 году в возрасте 85 лет. Имя Шевченко в Старомосколе уже носит Центр образования номер один Академия знаний. Мясной прилавок в багажнике авто. Сегодня в Старомосколе прошел рейд по продаже мяса неизвестного происхождения. Рядом с крупными магазинами и ярмарками регулярно реализуют сомнительную продукцию прямо из машин. Правда, документов у таких продавцов, как правило, нет ни на продажу, ни на товар. В дежурную часть у МВД поступило сообщение о реализации мяса без документов. Из-за вспышек африканской чумы в нашей и соседних областях в Старомосколе собрали межведомственную комиссию и организовали рейд с участием полиции, администрации округа, ветеринарной станции и управления Россельхоснадзора. Задача – выявить, пресечь и предупредить в дальнейшем торговлю мясной продукцией неизвестного происхождения. Говядина, баранина, свинина и всё без ветеринарно-сопроводительных документов привезли товар жители соседней Курской области. Меркурия, 100 разрешений есть. Просто я нарушил, попросил человек привезти домашнее мясо. Я виноват, признаюсь, больше такого не будет. Простите, пожалуйста, да? У меня 200 коз, около 200 штук баранов. Вот молоко продал, отдал человеку 3 литра подарок. Около 100 штук поросятов. Всё проверено, всё чипировано у меня. Просто сейчас человек попросили и случайно оказался там, где не надо было. Различными способами Василий старался смягчить возможные последствия несанкционированной торговли. Поехали друга, шашлык жарить. Пошли, давай. Однако сотрудники межведомственной комиссии оказались непреклонны. Продукцию надо взвесить, отобрать пробы и следовать на возможные вирусы. Документы не предоставлены. Имея информацию из АИС Меркурий, системы прослеживаемости и выдачи документов ветеринарных, сопроводительных, документы на эту точку данному гражданину не выдавались. В данном случае уничтожение в любом случае, в любом случае, дабы исключить дальнейшее распространение. А если вирус будет обнаружен в этой продукции, то, естественно, информация будет оперативно передана в Курскую область. Соответственно, у этого гражданина личное подсобное хозяйство будет установлено, и там будут проводиться соответствующие мероприятия. За реализацию мяса без ветеринарных, сопроводительных документов предусмотрена административная ответственность и штраф до 5000 рублей. В случае несанкционированной торговли, рядом с крупными магазинами или ярмарками, регистрируют регулярно. Порой даже приходится утилизировать тонны продукции, чтобы избежать распространения инфекций и уберечь людей и животных от возможных негативных последствий. За этот год была утилизирована продукция, несоответствующая качеству технического регламента Таможенного союза. Две партии. Одна партия – 182 тонны и партия – 32 тонны. Данная продукция была утилизирована при том сжигании. Продукция была заражена вирусом африканской чумы свиней. Подобные рейты по несанкционированным торговым точкам запланированы во всех районах Белгородской области. Мария Шелепова, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал. 118 дней в 2022 году будут отдыхать россияне. Ровно столько будет праздничных и выходных дней. Министерство труда утвердило производственный календарь. Самыми длительными станут новогодние каникулы. Они продлятся с 1 по 9 января. На День защитников Отечества отдыхаем только 23 числа, на Международный женский день – 6, 7 и 8 марта. Май и праздничные дни запланированы с 1 по 3, с 7 по 10 числа. День России 12 июня выполн на воскресенье, значит, не будем работать и в понедельник 13-го. Трехдневные выходные будут еще и с 4 по 6 ноября. Староскорская девятиклассница получила премию в 200 тысяч рублей в финале всероссийского конкурса «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Международном детском центре «Артек» в Крыму ученица 40-й школы Арины Безрук представила проект «Авторитетная роль». Аскольчанка раскрыла тему сегодняшних кумиров молодежи. По мнению Арины, не все они являются хорошими примерами для подражания. И нужно знакомить сверстников с настоящими героями нашего времени, пусть и не широко известными. С помощью подкастов и интервью. 200 тысяч рублей Аскольчанка сможет потратить на образование и саморазвитие. Вместе с Ариной еще шестеро белгородских старшеклассников получили такую же премию. Помимо этого, трое школьников выиграли по миллиону рублей. Еще по 2 миллиона грантовых средств направят на обновление материально-технической базы и развитие образовательной среды в три школы Белгорода. Областная власть благоволит веселым и находчивым и активно продвигает эти игры. В Старом Асколье прошел фестиваль конкурс КВН среди работников культуры. Немногочисленные зрители увидели выступления восьми команд округа. В итоге первое место у Незнамовской сборной, а второе и третье достались городским ЦКР. О чем острили КВНщики в нашем следующем репортаже. Глядя на полупустой Староскольский зал, невольно повторяешь Масляковское. Для кого? Для чего? Ведь зрителей до обидного мало. То ли время выбрано неудачное, разгар рабочего дня, то ли стоило организовать все в выходной. А смотреть было на что. И шутки звучали незаезженные, и в остроумии иным не откажешь. На сцене ЦКР «Горняк» за право назваться самой юмористической состязались восемь команд культработников. Кирилл в раннем детстве узнал, что Дед Мороз ненастоящий. И с тех пор каждый новогодний утренник он личным примером доказывает это детям. Ёлка, ну ты это! Огонь! Долгополянская, кого могли того соврали, нескучные люди из Федосеевки, Шаталовская культурная мафия, Незнамовская, все как у людей, Озерские звезды бюджета, первыми выступили сборные сельских центров культурного развития. Что ты опять сидишь за этим компьютером? Зрение портишь! Совещание, я говорю, важно не мешать! Какое у тебя совещание? Бузову показывай! Какое Бузово? Это не Бузово, не Бузово! Ну что, я не знаю, как выглядит Бузово, по всем каналам показывай! Да не Бузово, это иди не мешай! Ну не Бузово, так не Бузово, все равно хорошая девка. Мало половин, мало-мало половин. Городские команды, как-нибудь из Горняка, прачечные молодежного и культурные люди от ДК «Комсомолец» подхватили батл. Это роман. Роману наладить личную жизнь мешает религиозное убеждение. Он считает, что все люди – братья. Брат ты мне и не брат! Были попытки у кого-то удачные, у кого-то не очень пошутить на тему переписи. Юморили про самих культработников, вспоминали, переделав на свой лад классику жанра. Немногочисленные зрители шутки оценили. Ведь многие работники культуры в прошлом уже играли в КВН. Так что тряхнули стариной неплохо. Ну, ощущение… Я даже не могу сейчас справиться со своими эмоциями. Очень приятно. Вот действительно, это такой первый опыт. То, что команда учреждений культуры на сцене выступает именно в качестве КВНщиков. Это очень здорово, профессионально. К игре команда ЦКР «Горняк» начала готовиться за два месяца. Сначала хотели заимствовать шутки, но потом решили – авторский юмор будет плюсиком в карму. И не прогадали. Аплодировали ребятам из как-нибудь от души. Мы все-таки работники культуры, а не сценаристы комедийного жанра. И это было достаточно сложно. Этим занимались у нас капитан команды и человек, который завоевал зрительскую симпатию. Сегодня ему многие аплодировали – Кирилл Мишин и Мария Лысенко. Мы хотели пошутить не о наболевших темах, например, таких как коронавирус, перепись населения, а все-таки о культуре в нашем городе. И я очень надеюсь, что у нас это получилось. В жюри тоже так посчитали и присудили команде ЦКР «Горняк» третье место. Второе отдали ЦКР «Молодежный». А лидерами фестиваля конкурса назвали КВНщиков из Незнамова. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. Староскольские атлеты уже давно доказали, что в боевых видах спорта они на шаг впереди. 16-летний Кирилл Никитин стал победителем первенства Европы по кикбоксингу. Из Черногории помимо ярких впечатлений и соревновательного опыта он привез кубок и золотую медаль. Три раза в неделю по два часа Кирилл Никитин проводит в зале спортшколы «Молодость». Его привели сюда родители, когда мальчику было 11 лет. По спортивным меркам в кикбоксинг он пришел, можно сказать, поздно. Но тренер Александр Белых сразу заметил в парне, помимо хорошей физической подготовки, желания работать и талант. Физически хорошо был разве. И видно было, что идет, хочет ребенок идти к своей цели, поэтому стали больше уделять ему внимание и добились все-таки своего. В этом году прошли все этапы отбора ЦФО, первенства России. Прошли сборы здесь у нас на базе, прошли сборы в Подмосковье в составе сборной России. Полетели и забрали свою победу. В городе Будва Кирилл провел два боя. В весе 71 килограмм и его возрастной категории заявились четыре соперника. Объективно, старосколец был техничнее и лучше подготовлен, чем оппоненты. Обе схватки он выиграл с явным преимуществом. Два боя. Первый бой я провел с босницем. Ну, соперник, наверное, был техничный, но я бой закончил в первом раунде досрочно, он не успел себе показать. Я сразу начал вести настойчиво бой. Бил в основном ногами в печень через защиту и все. Около 30 секунд прошел бой. Выступал против местного бойца из Монтенегро. Мой бой был, в принципе, тяжелее, чем прошлый. Прошел почти полный отрезок. Длился он три раунда, можно сказать, даже два с половиной. Победитель первенства Европы старосколец Кирилл Никитин уже поставил для себя новую цель – выполнение норматива мастера спорта России. Анастасия Иконникова, Роман Стариков, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. С прогнозом погоды вас познакомит Лариса Ульяненко, а я, Анна Семеновна, прощаюсь с вами. Всего доброго, до встречи на 9 канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Борьба сезонов затянулась. Словно осень и зима никак не могут поделить Черноземье. Началась неделя морозом, а закончится волной тепла и пониженным давлением. Нового игрока, обширную барическую депрессию, выдвигает Атлантика. Пятничное утро присыплет нас легким снежком. Но белым ухом летать недолго. Уже к вечеру небольшой минус сменится плюсом. И даже ночью на градус выше нуля. Юго-западный ветер принесет не только тепло, но и влажность. Так что велика вероятность тумана. И это при том, что и без того пасмурно. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее. Атмосферное давление 19 ноября пониженное. 736 мм ртутного столба. Атмосферное давление 19 ноября.